Привет, сноубордисты! Магазин Squat VR Freeride. Так скажем, вот это видео, начало этого видео мы снимаем уже после самих событий. Сейчас я уже приехал с тех тестов, которые мы делали в декабре в Шерегеше. Брал я с собой три доски кататься, потом после Шерегеши я поехал в приисковое с целью хорошо катануть и потестить заодно три доски. Три доски я взял такие. Это все доски бренда Strando и Shorty 164, 3 Surfer 162 и MacRail 153. К сожалению, сейчас в магазине ее нету, но она вот на экранчике появится. В общем, это видео как раз обзор на эти три доски. Сейчас уже после приезда на видео, к сожалению, не попало по техническим причинам запись катки на Shorty 164, но в общем-то в голове у меня все эти ощущения еще есть. Поэтому немножко хочу рассказать про эти три доски. Сейчас начну вот с этих двух Shorty 64 и Strando 3 Surfer 162. Когда мы были именно в самом Шерегеше на тестах, была достаточно суровая погода, был адский холод, снег практически не ехал. Даже то стекло, которое мы залили эти доски, он чуть-чуть спасало, но не очень сильно. Катания вне трасс там особо тоже не было, потому что какой-то снежок был, но он совершенно не ехал. Я просто взял эти доски и катался по трассам. Так скажем, на трассе разница между Shorty и 3 Surfer достаточно ощутима, потому что Shorty доска, ну так скажем, гораздо мягче, чем Strando. Strando требует на трассе, чтобы на нее как следует нажали, да, чтобы она прогнулась, потому что по жесткости, ну, она жестче. Причем, например, какие-то параметры, типа вот ширина талии у этих досок примерно одинаково. Ширина носа, длина носа, контактная длина, все примерно одинаково. Разница только лишь в форме и в жесткости. Шорты, наверное, мне чуть больше понравились, потому что я люблю такие доски чуть помягче, хотя я бы не сказал, что она прям совсем мягкая, да, то есть это где-то, наверное, шестерочка, ближе к семерочке. А 3 Surfer это прям уже такая конкретная семерка. То есть по трассам они ехали действительно по-разному. На Макреле на 153 я по трассам даже не пытался ездить, ну, как бы это ни к чему. Приехав в Ширигеша в Приисковый, тоже был сначала, первые, наверное, пару дней были достаточно холодные, хотя опять тоже стекло, которое прямо в конце, в самом тестов мы заново положили стекло на скользячок. В общем-то, спасал ситуацию, ну, и мы такие выбирали какие-то покруче места, где можно было проехать. В общем, каталось хорошо, потом пошел снег, потеплело, вообще был кайф, паудер. Ощущения от этих двух досок было практически одинаково. То есть именно в стелине они ведут себя одинаково. Они обе достаточно широкие. У них у обеих длинные широченные носы. То есть вот если у нас вот здесь выпиленные под доски такие в фанере выпиленные в стойке прорези, да, чтобы доски не падали, то, например, вот какой-нибудь 160-й Таратамайи сюда влезает, а вот 164-й шорти сюда не вылезает от слова совсем, потому что носы широченные, и три-серфер тоже не влезает. Они выплывают просто в любом снегу. У них есть хвостики, что здесь, что здесь. Стоишь ты на доске в целине достаточно такой отцентрованной стойки, то есть тебе не надо никуда заваливаться назад, вперед. Ты просто стоишь достаточно централизованно на своих закладных и просто кайфуешь, отдыхаешь в целине. Ну, там в деревьях, понятно, приходится чуть-чуть поднапрягаться, чтобы поворачивать быстро. Но еще раз говорю, ощущения одинаковые. Что мне, какая разница мне бросилась, так скажем, сразу, это вот наличие здесь вот свалу-тейла. И когда вы... И здесь чуть меньше загиб хвоста, чем у шорти. Хотя визуально тоже это... У шорти тоже, ну, можно сказать, загиба почти нет. Но вот этот хотя бы выплывал, потому что, ну, цельный хвост, так скажем, он также чуть-чуть из снега выплывал, когда ты по причинам остановок где-нибудь в деревьях, да, там не рассчитал траекторию, куда-нибудь въехал в дерево, нужно чуть-чуть сдать назад. На этой доске это было сделать чуть легче. На тресерфере не скажу, что это невозможно. Чуть-чуть было сложновато, да, потому что он, ну, зарывался немножко глубже. Не проблема, однако такое ощущение было. Все остальное прям по катанию в паудере мне показалось очень одинаково. Доски классные, едут хорошо. Даже давал ребятам, кто с нами ездил в компании. Ну, то есть я потестировал доску, да, там отдавал другим. Ребята катались на достаточно таких олдскульных моделях, типа там кастома Бёртон, да, и какие-то вот такие новые шейпы им тоже зашли. Они говорят, прям отлично отдыхаешь на этих досках. Хотя как бы кастом Бёртон, он и сейчас достаточно доска актуальная. Но вот эти доски мне очень понравились, причем обе. Какую бы я взял себе из них, все-таки, наверное, это шорти, потому что она помягче, и на трассе на ней, как сказать, постабильнее. Хотя, если вы больше любите карвинг, то тресерфер в карвинге, наверное, получше, потому что он более жесткий. То есть он будет так хорошо держать дугу. Что касается 153-й макрели. Привет, сноубордисты! Солнце еще не зашло, а страна дураков уже отправляется на гору. Приисковым выпала снежка. Новый день, новая доска. Сегодня это 153-я макрель. Говорят, макрель это самая быстрая рыба в мире. Посмотрим. Тут у меня не совсем однозначное отношение к этой доске. С одной стороны, у нее длиннющий широченный нос. То есть у нее там талия, если здесь 26, то у той 27,5. Это вообще широкая доска. Нос там просто какой-то километровый. Да, я на ней выплывал. Причем я стал на ней кататься именно в заключительный день нашей каталки. И как раз в тот день был самый хороший снег, самый хороший паудр. Потому что как раз выпал прям самый большой снегопад ночью. Но хвоста на 53-й доске практически нет. То есть если здесь от последних закладных еще достаточное расстояние, то там гораздо меньше хвоста. Я себя ловил на том, что я стою, просто пока даже стою на старте, в целину встегиваешься и хвост проваливается просто. То есть я не стою на задней ноге, а стою на двух ногах. Проваливается хвост. Когда начинаешь ехать, практически, ну пока ты не набрал скорость, вот целине по колено, где-то она там внизу плывет, но наверх не вылезает. То есть это как просто ты доску кладешь сверху паудра, так она и лежит. То есть она чуть-чуть прогнулась под тобой, промяла, но она вниз не уходит под снег. 153-я все-таки уходила под снег. Набираешь скорость, да, она начинает всплывать, нос вылезает, хвост, соответственно, сильно проваливается. То есть иногда я ловил себя опять же на том, что... Ой, а что это я так на задней ноге-то еду, сижу, хотя вроде не должен, и пытался себя выровнять. Она хорошо выплывала, но мне показалось, что она для меня маловато. Скорее всего, это из-за веса, потому что вилка, которая рекомендуется для Макрелли, это 70-90 килограмм. У меня, так скажем, голый вес это 85, а там совсем... со всей одеждой, с ботинками, а главное еще с рюкзаком, в котором подушка и баллон. Я думаю, что это вес где-то все вместе, наверное, ближе к 95. То есть это уже под такую доску перебор. Я думаю, такая доска подойдет человеку, который не вылезает за 80 килограмм уже со всем своим оборудованием. И тогда на такое можно кайфануть. Может быть, я просто никогда не катался на таких каратышах, коротеньких широких досках. Наверное, не катался. Да, это был такой, скажем, первый опыт. Но, в общем, я из этих трех все-таки выбрал бы себе, как основную доску в шорте 164. Вот такая история. Доски Strand'а у нас в Сквате эксклюзивно продаются. Доски хорошего качества, с хорошей начинкой, с хорошими технологиями и очень красивые. То есть я бы их сравнил даже с японцами. Хотя по цене они чуть ниже японцев, конечно. Ну, гораздо ниже японцев. Но вот эти вот бамбуковые верхние крышки очень красивые, лакированные доски. Дизайн не самый последний момент в этих досках. Смотрите, следите за анонсами в соцсетях. Всем пока. Встретимся на горах.